Экодом О природе, о наших взаимоотношениях с ней Причем мы, это не только взрослые, но и дети И сегодня передачу веду я, Наталья Рыжова И помогать мне будет Вероника Как вы знаете, у нашей передачи всегда есть тематика, которая зависит от месяца И этот месяц у нас называется «Листопад добрых дел» Но мы с Вероникой решили разделить эту тему на две части То есть у нас есть листопад и есть добрые дела Мне кажется, что сейчас как раз такое время, когда очень хорошо говорить о листопаде, об осени Потому что в этом году осень нас радует погодой И еще на деревьях не все листья облетели И поэтому мы с вами сегодня поговорим о том Что можно сделать с ребенком С ребенком-дошкольником или с ребенком, который учится у вас в начальной школе Что можно с ним сделать из разного природного материала И что можно сделать на прогулке Можем сказать так, какие добрые дела мы можем с вами сделать, выполнить Под добрыми делами мы будем с вами подразумевать и наблюдения, и игры различные И мне хотелось бы показать вам, что когда вы гуляете с ребенком на природе Вы можете и учить его обучать математике, и развивать его речь, и память, и мышление Потому что многим родителям, папам, и мамам, и бабушкам, и дедушкам Зачастую кажется, что если вот мы посадим вот так ребенка за парту И будем учить его писать, читать То он у нас будет замечательно готов к школе На самом деле, вот ученые, психологи уже давно доказали Что главное в готовности ребенка к школе Это его мышление, его воображение, его творческие способности И вот развитию творчества и воображения, конечно же, будет способствовать природа Ну, осень — это особая пора, и она у нас вызывает, ну, наверное, разные такие эмоции, разные чувства Всегда мы вспоминаем разные стихи, которые великие поэты посвящали этой поре Ну, вот, Ника, когда мы говорим «листопад» или «осень», ты что, например, вспоминаешь? Что тебе, как бы перед глазами у тебя что появляется? Листопад Ну, листопад, а что значит листопад? Вот я тебе сказала листопад, что ты представила сразу? Наверное, что-то представила, да? Да Ну? Ну, деревья, парк, листья падают Так Листья на асфальте? Такая вот, почему-то представляю себе не золотую осень, а вот осень, которая у нас сейчас за окном Ну, правильно, потому что ты ее и видела А вот когда ты в лес ходила и вот листья осыпались, когда много листьев было, например, ты слышала, как они шумят, когда они падают? Вот, и с чем можно сравнить этот шум? Вот, ну, давай, пошурши немножко листьями, так Потому что они разговаривают Как будто листья разговаривают друг с другом, да? Вот, если вы с ребенком пошли в парк, действительно, можно послушать с ним, как падают листья осины, как падают листья березы Вот на березе до сих пор еще остались листья И, действительно, ребенок может представить, что, вот как Вероника замечательно сказала, что листья как бы у нас разговаривают друг с другом И дальше мы с ребенком можем сочинить сказку О чем эти листья разговаривают Что они нам хотят, может быть, сказать Может быть, они что-то своему дереву говорят Куда они улетают Как они падают на землю Какое у них настроение Это все тоже развитие и речи, и воображения ребенка Ну, наверное, вы согласитесь, что любой ребенок очень любит подбрасывать листья Это вот замечательно, такое эмоциональное упражнение, скажем так Когда бросаешь листья, и они тебе возвращаются таким листопадом, необычным золотом, таким багрянцем И, кроме этого, дети очень любят зарываться в листья Вот ты зарывалась, да, недавно? А что ты чувствуешь, когда под листья подлезешь? Что чувствуется? Чувствуется, что... Ну, можно представить себе, что ты ныряешь Можно, что ты орешь нору Нору, так Или, вот, например, я читала Хоббита Тоже можно представить, что заходишь в норку Или ее копаешь Ну, вот, наверное, не случайно ты это представляешь Потому что, если вот, допустим... Песчаные норки Песчаные норки, да Но на самом деле, ведь листья, когда падают, да, они как бы таким ковром покрывают вот землю всю в лесу И это действительно настоящий ковер И если вы с ребенком гуляете, и он у вас вот заползает в эти листья Вот он может представить себе, что он какое-то животное, которое на зиму прячется среди листьев Потому что все эти листочки, когда падают на землю, они становятся замечательным одеялом таким, которое покрывает землю Во-первых, это одеяло, оно помогает сохранить тепло в земле И поэтому многие насекомые, их личинки, они могут вполне перезимовать в земле Им там под одеялом, под этим тепло Особенно, если еще снег накроет вот это одеяло из листьев И, во-вторых, многие, опять же, животные, вот если поискать внимательно, то можно найти многих животных тоже на листиках, насекомых различных Вот попробуйте с ребенком отыскать, кто спрятался под листиками Правда, обязательно их нужно вернуть обратно, закрыть, чтобы не нарушать их осенний покой Так что листья, это еще и такая защита в лесу, они обязательно нужны И здесь вот мне хотелось бы о чем еще сказать Наверное, многие из наших телезрителей, у кого есть дача, осенью видят такой дымок, который окутывает дачи и дачные поселки Вот недавно даже была передача такая по телевидению в Сибири, один из городов Он страдает от смога И этот смог, в частности, образовался из-за того, что очень активно сейчас жгут дачники листья И вот такой вопрос А нужны ли листья в природе? И почему мы их сжигаем? Может быть разумнее их оставлять? Вот вы можете с ребенком, когда пойдете в парк или в лес, обсудить такой вопрос Вот мы каждый год осенью приходим, допустим, в лес И мы видим в лесу огромное количество разных листьев на земле Если бы эти листья оставались постоянно в лесу на земле То представьте себе, какой слой листьев за многие годы образовался бы у нас вот на этом месте Но ведь так не происходит А почему, Ника, куда вот листья деваются, как ты считаешь? Ну, они становятся частью почвы Так Потом, вот опять же, если ребенок там в лес пришел А этих детей, может быть, множество и множество Они зарываются в эти листья и они разлетаются по всему лесу А, ну это оригинальная идея Хорошо, но они разлетаются по всему лесу Значит, они где-то в другом месте будут накапливаться А ведь весной, вот мы когда идем в лесу Мы видим вот такие желтенькие листья весной Вспомни Вот такие Или они все-таки другого цвета становятся А здесь есть такие листики, которые вот можно бы весной было увидеть Вот посмотри, вот и у меня тоже Вот такой, да, вот листик Давай покажем, это листик такой вот коричневый листик Вот такие вот листья Вот такой листик И вот совершенно замечательный листик Сейчас мы его покажем на беленькой бумажечке Да, 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 давай вот так вот покажем Покажем, вот ты показывай вот так вот листик Да, придержи на бумажке, на бумажке придержи Вот этот листик, да, покажи тоже Вот такие листики мы находим Просто на них мало кто обращает внимание Вот они такие, как в общем-то такие Их сгрызают Их сгрызают Это такие кружева получаются Почему же у нас в лесу или в парке Вот листья такие разные И еще напоминаю вопрос, который мы обсуждаем Куда они исчезают Вот попросите ребенка объяснить это Если он не сможет объяснить Тогда предложите ему, вот как мы сейчас пытаемся сделать Найти листья разного цвета Начиная от зелененьких Вот от зелененьких листьев Да, от зеленого листика И заканчивая вот такими, значит, красными, допустим Ну, у меня здесь листья от разных деревьев и кустарников И даже вот трава Есть подорожник, трава Вот, а в принципе интересно найти листья одного дерева Но разного цвета И вот вы найдете И, как мы уже показывали, вот такие коричневые листья И даже вот такую паутинку Из них можно сложить такой необычный круг Который мы можем назвать круг жизни Вот у нас в начале этого круга бывает зеленый листочек Потом он А потом он будет вот такой Да, желтеет листочек Давайте я попробую показать Это уже лист другого дерева Это другого дерева Вот у нас, к сожалению, мы не нашли от одного дерева Значит, потом он бывает такой желтенький Потом он может быть вот такой коричневый Вот такой коричневый Да, или багряный Вот И, наконец, в конце он будет вот такой Вот такой листик потом полностью совсем исчезает И он превращается в почву Как Вероника правильно сказала А что значит превращается в почву? Кто помогает превращению листика в почву? Ты знаешь? Знаю, но не помню А вот такой, давай я тебе опишу его Как загадка, если ты не помнишь Он такой длинный, скользкий Не все люди его любят Но он очень нужен, правильно Это дождевой череда Вот червяк Потому что он листочки затаскивает в землю Тоже можно осенью найти такие необычные листочки Которые как будто кто-то вот внутрь земли тащит Это как раз эту работу выполняют дождевые черви Очень важная работа И, наверное, многие знают, что чем больше дождевых червей На огороде, на даче Тем, конечно же, лучше земля Они рыхлят землю И вот перерабатывают вот эти листья И получается, что почва благодаря листьям Вот получает те питательные вещества Которые были в растениях летом Это значит, что листья Это своеобразная пища для почвы И когда мы сжигаем листья Или сгребаем их, как мы часто делаем Мы лишаем нашу землю Вот питание И очень часто поэтому в городах Потом приходится, допустим, в скверах, в парках Носить удобрения Потому что почве не хватает Вот этого естественного круговорота Поэтому необходимо помнить о том Что уборка листьев Это, конечно, не экологический подход Экологический подход Когда у вас листья, трава Все это перегнивает Или у вас компостная куча, например, существует Даже в детских садах сейчас Мы делаем компостные кучи Такие из различной травы старой И потом весь этот компост Все эти перегнившие остатки Мы вносим на огород, на клумбу И как бы мы делаем так Как это делается в самой природе Потому что мы должны помнить Закон природы такой есть Очень важный Что природа знает лучше Какие еще вопросы Можно обсудить с ребенком Во время прогулки в лесу Ну вот я знаю, что многие дети Особенно дошкольного возраста Задают такой вопрос А вот почему листья осенью опадают? Ника, ты как думаешь? Почему осенью? Вот летом же они так не опадают И не желтеют, да? Вот почему они? Нет, желтеют Этим летом желтели Этим летом желтели почему? Жарко им было Да, оно было жарко Им было сухо Я очень напомнила Конечно У них есть такие микроэлементы Не помню, как это называется Которые при другом климате Они желтеют Листь Выпадают что ли Из листьев В общем как-то так И они слабеют И начинают Листьям нечем питаться Они падают на землю Это такая очень интересная гипотеза Вот наверное Взрослые наши телезрители Конечно помнят Наверное из курса биологии Почему листья являются зелеными Как образуются зерна хлорофилла И так далее Но для детей это конечно же сложно Как можно маленькому ребенку Вот ответить на тот вопрос О котором я говорила Вот вы можете сказать Что солнышко Это такой своеобразный художник И он у нас окрашивает Листья в зеленый цвет Летом Благодаря солнышку Листья зеленые Есть такие как бы зернышки зеленые Зеленые в листике И летом солнышка много Листик зеленый На самом деле в нашем листике Есть и желтая краска Не только зеленая Есть и фиолетовая краска Но они летом незаметны Потому что главная краска Это краска зеленая А вот осенью солнышко мало Вот Ника сказала про климат Ну наверное она имела ввиду Что меняется у нас осенью погода И солнышко светит у нас уже не так День у нас длиннее осенью или короче? Чем летом? Короче Короче конечно Вечер же наступает раньше Вот значит для деревьев Это сигнал Что пора сбрасывать листья И листики уже не такие зеленые Потому что солнышко уже их так не окрашивает Постоянно в зеленый цвет Зеленая краска исчезает И остается краска желтая Или фиолетовая Вот ребенку, которому там 5-6 лет Достаточно объяснить на таком уровне И еще вопрос, который задают часто тоже Дети дошкольного возраста А вот не больно ли деревьям Когда с них опадают листики Вот можно объяснить Что если мы рассмотрим лист Вот здесь у меня есть лист кашкана Например Лист, который опал Вот мы видим здесь внизу У него такое утолщение И как раз перед тем Как лист должен опадать Вот у него образуется здесь Вот такая толстенькая часть И лист постепенно отламывается И как бы такой рубец Такой, как у нас, когда ранка заживает Так же точно и у листочка И можно найти следы на дереве Вот на веточке, где отпадали листья Поищите их с детьми Это очень интересно Вот на клёне, например, можно поискать Так что растениям, конечно же, не больно Они готовятся к этому К листопаду у нас Да, и листья у нас осенью опадают Теперь давайте мы посмотрим Что мы можем сделать с тем великолепием Которое мы здесь собрали Значит, здесь у нас есть листья Разных расцветов Разных оттенков Они по-разному окрашены Это листья разных видов Вот если вы будете собирать с ребёнком Листья для того, чтобы потом играть Или делать какие-то поделки Постарайтесь собрать листья Разного цвета, разной формы Разного размера Вот у нас здесь есть Вот видите, большие, маленькие По форме отличаются Вот такие узенькие листья Вот, потом листья от разных пород Вот здесь у нас есть даже от груши листики Цвет, вы видите, отличается Это груша Это дерево груша Да, сейчас мы с тобой всё посмотрим Ну и кроме этого Конечно же мы осенью Можем собрать Ещё много разных плодов И семян Вот у меня здесь, конечно же, ягоды рябины Которые дети всё очень любят Вот не менее любимые ягоды кустарника Снежноягодника Каштаны очень красивые, привлекательные Ника, посмотри, что здесь ещё есть Давай рассмотрим Жёлуди Жёлуди Шишки Жёлуди, шишки мы собрали тут Семена тополя А это тополя, семена? Ну-ка, посмотри внимательно Посмотри, пожалуйста, здесь есть листики Как раз вот от этого дерева Можешь найти, где листик от этих семян Семена и листик Они принадлежат одному какому-то дереву Ну-ка ищи давай А вот я хочу пока сказать Что, пожалуйста, вы можете даже На прогулке провести такую игру Найти семена разные И найти листья деревьев И попросить ребёнка Подобрать каждому листу Нужный плод Или найти нужные семена Это будет такая игра у вас Так, а вот я, наверное, подскажу Да, вот это дерево Да, конечно Это у нас вот Завела Это у нас какие семена? Кленовые Кленовые семена, конечно А это, по-моему, липа, что ли? Нет, сейчас мы к ним дойдём А вот семена кленовые Почему они такие? На что они похожи? Ну-ка, Ника, давай посмотрим с тобой На парашютик Они хорошо летают А почему они хорошо летают? Вот вы можете с ребёнком вот так подбросить Да, семена у нас Вот они Они летят, да? В отличие от многих других семян А почему они летают? Для чего это им нужно? Размножаться Размножаться? А как? Что значит размножаться? Ну, там Если они летать не будут А будут падать То под этим деревом То эти деревца Где-нибудь врежутся в то дерево Из которого они падали Если оно ещё будет живо А если они так будут летать Их ветер будет похватывать И они будут лететь далеко Правильно Значит, вот ветер их подхватывает Поэтому они такие лёгкие И для того, чтобы найти новое место Где они могли потом вырасти Когда солнышко пригреет Когда у нас дождик пройдёт И эти семена улетают подальше от дерева На котором они выросли А вот как ты думаешь Что можно из этих семян сделать? Можно какую-нибудь для поделки использовать? На что они похожи? На парашютик На парашютик Ну, а ещё на что? На самолётик А если я тебе скажу На какое-нибудь животное Можно из них сделать? Птичку Птичку А ещё кого? Посмотри Стрекозу Стрекозу Ты потом попробуй, ладно? Вот использовать эти вот семена Да? И сделать из них Вот тебе пластилин Можешь сделать из них Стрекозу или бабочку На что кажется тебе Что похожи эти семена То и сделай И второе Вот Ника у нас видела Тоже семена Которые легко можно найти Это семена другого дерева Тоже они летающие семена Но они очень узенькие Этим они отличаются от клёна И пожалуйста Вы можете Ребёнку Дать на сравнение Вот семена клёна И семена Это дерево ясень И семена ясни Чем они похожи И чем отличаются? Ника, чем они похожи? Давай, чем они похожи? Держи Потому что они летают Так, они летают Это мы проверили уже Замечательно Они летают у нас Это первое сходство Так, ещё Есть какое-нибудь сходство? Они одного цвета Ну здесь они одного цвета Согласна, да? Нет, они всё-таки не одного цвета Ну похожи Они одного цвета На разных оттенках Оттенков, хорошо Так, согласна А чем они отличаются? Потому что он широкий Клённый ясень Узкий, как листики Цвет Так Значит, да Самое главное Смотрите У ясеня Вот такой вот черенок Да А вот такой вот острый А у клёна вот такой вот широкий Да То есть вот ребёнок у вас может сравнить По длине, по ширине семена Вот действительно Ника нашла правильно У них есть и сходство И отличие И так можно сравнивать Вот все семена Которые вы найдёте Это очень интересно Теперь у нас есть Гарантирую Есть у нас жёлуди Да, жёлуди Причём хорошо собирать Жёлуди разного размера Ну вот здесь у нас ещё есть Жёлуди не только Из нашего ближайшего леса Здесь у нас есть Жёлуди южного дуба Очень крупные Есть шляпки И я думаю, что Любой ребёнок Как только он надевает Шляпку на жёлудь Он сразу представляет себе Какого-то кого? Человечка Человечка, конечно Поэтому жёлуди Это замечательный материал Для создания целой семьи Интересно Это Подобрать Жёлуди Нужную шляпку Да, это правда Жёлуди отдельно падают А шляпки падают отдельно И кстати Если Сейчас уже, наверное, поздно Так, кстати Вот подбираю Очень можно Хорошо заснуть Заснуть можно, может быть Если много Жёлудей и шляпок То это успокаивает Да, такая работа Это правда Но у нас Не во всех районах Страны нашей Ещё Опали Жёлуди, наверное И Вот Очень интересно Послушать Как жёлуди падают На землю Очень интересный звук Вот Нужно, чтобы была тишина И вы будете Опять же Приучать ребёнка К тому Что в природе Существуют Разные звуки И что природу Можно не только видеть Природу можно И нужно Тоже слушать Ну давайте вернёмся Значит К нашим материалам Что тут у нас ещё есть Значит Мы с вами решили Что из желудей Мы сделаем разных Человечков Теперь Вот Да Вот Ника взяла уже Что это у тебя Чего это у тебя Каштан А что это белый у него Это там У него такое Так он устроен У него там Есть такая прослойка Белая Сверху зелёная Да Вот такая Шкурка И острые колючки Давай А каштан Возьми пожалуйста Каштан в руки Да Вот Каштаны Ну Каштаны тоже у нас Как правило Выпадают Поэтому не так просто Подобрать Ну вот у меня получилось Как раз я подобрала Каштан Можно сказать Под шляпку Но Что напоминает нам Вот Вот это Да Это песенка Про кого у нас Про ёжика Про ёжика Вот получается Замечательный И даже очень Колючий ёжик Так что даже С ним надо будет Аккуратно обращаться У нас С Ника сделаешь Потом ёжика Возьми пожалуйста Пластилин Там у нас есть Вот Можно сделать Целую семейку Ёжиков И разместить Её Среди листьев Вот так как Это бывает В лесу Правда Хочу обратить Ваше внимание Что Грибы На колючки ёжика Надевать не нужно Потому что Ёжик на самом деле Грибы у нас Не кушает Как это написано Во многих книгах Не ест он Так же яблоки Потому что Ёжик Да На самом деле Что он ест Кого он ест Знаешь Насекомых Это насекомоядное Животное Он ест насекомых Дождевых Червей разных Так что Для ёжика Можно Которые Как уже говорили Помогают листьям Создавать почву Да Они помогают Листям В природе Все связано Так вот Для такого Замечательного Ёжика Если вы сделаете Вот Ника Я надеюсь Ты сделаешь Нам ёжика За время передачи Вот Для такого ёжика Вы с ребенком Можете сделать Разных дождевых Червячков В разных насекомых Так Теперь Я как раз Стрекоску делала Давай Стрекоску Теперь Я обещала Показать Как можно Использовать Разный Природный Материал Для Развития У ребенка То что Называется У нас На языке Педагогов Называется Развитие Математических Способностей Ну Во-первых То есть Математики Попросту говоря Во-первых Если у вас Ребенок Еще маленький Мы можем с ним Рассматривать Разные листья И будем его учить Что больше Что меньше Это очень просто Показать на листьях Вот мы берем Действительно Какой-нибудь большой лист Если ребенок Совсем маленький Чем меньше ребенок Ну можно вот этот Давай Давай Побольше Тем больше Должен быть контраст Вот мы берем Самый большой лист Который мы нашли И возьмем Допустим Вот этот лист Березы Маленький Вот И мы ребенку Объясняем Что вот этот лист Большой А этот лист Маленький А потом Просим его найти Вот такой же Большой лист И такой же Маленький Когда ребенок Такой же Ну такой же Или похожий на него Когда ребенок Станет постарше Постарше Что мы еще Можем делать Мы можем Во-первых Учиться считать Для этого Можно использовать И листики И вот Эти замечательные Плоды Вот допустим Мы возьмем Плоды Белоснежника Можно я их Почитаю Да Никочка Пожалуйста Давай Немножечко Тут освободим Я тебе дала Задание Делать Чуть попозже Сделаешь Ежика Хорошо Сейчас мы Значит Мы не просто Посчитаем Сейчас мы Немножечко По-другому Сделаем 5 Плюс 5 Нет Вот Сначала Мы можем Если это у нас Ребенок Маленький Мы попросим Его С одной стороны Положить Или мы Для него Положим Одну ягодку И с другой Стороны Мы положим Ну вот даже Можно такую Маленькую Гроздь Положи Вот с другой Стороны Вот И таким образом Мы можем Показать Что значит Один И что значит Много Потому что Начинаем Мы именно Еще малыш Не умеет У нас считать Он просто смотрит Что значит Один А что значит Много Сколько там Ты посчитала Двенадцать Ну Да В твоем возрасте Уже можно и посчитать Значит Потом ребенок Подрастает И вы меняете Задание Допустим Где больше У нас Где ягод Больше Можно Положить Тоже Рябинку Вот допустим Одну Потом Добавить Еще Одну И таким образом Как бы вы Изучаете С ребенком Уже Неравенство Но это Очень интересно Это в процессе Игры Он даже Не замечает Что он У вас Учится И Такое Обучение Гораздо Интереснее У ребенка Есть Мотив Такая Задача Цель У него Есть И поэтому И счет И вот Все эти Математические Представления Они на природе Или вот С таким Столом С природным Материалом Они изучаются Гораздо Эффективнее И быстрее Чем если бы Вы все это С ним учили Вот как По примеру Школы Как многие К сожалению Делают Затем Значит у меня Есть еще Одна Интересная Идея Значит пока Мы тут все Складывали Давай Твою идею Какая Твою идею Потом Ага Ты что-то Из него Делаешь Да Нет Я пытаюсь Сделать Такую же Ягодку Такую же Ягодку Хорошо Это тоже Интересно Можно подобрать Пластилин И сделать Такие же Ягодки И потом Угадывать Где настоящая Ягодка А где Сделанная Ягодка Только здесь Угадать Чуть проще Простого Так Что там У тебя Получается Сейчас Я еще Не надела Теперь Вот Пока Ника Там у нас Лепит Я хочу Показать Что еще Можно Сделать Попытаюсь Сейчас На этом Листочке Сделать Значит С детьми Более Старшего Возраста Когда Вы изучаете С ними Цифры Когда Изучаете С ними Цифры Вы можете Попросить Их Выложить Цифры Прямо На земле Или На пластилине Допустим Если это в домашних условиях Из ягод Ну вот Мне не очень Тут удобно Конечно Нет У меня наверное Не получится Вот Но Если мы Это все Прикрепляем Потом Мы с Никой Может быть Давайте Так вот Попробую Сейчас Делать Вот Допустим Я выкладываю Цифру Вот На бумаге Мы видим Это не очень Удобно Поэтому Я и говорю Если вы Основу Намажете Пластилином Будут Закрепляться Ягодки У нас Соответственно И они Не будут У нас Так кататься По Бумаге И мы С вами Вот Я пытаюсь Выложить Цифру 5 Будем Надеяться Что у меня Получится Сейчас Вот Допустим Я Сделала Цифру 5 Вот Я могу Выкладывать Другую Цифру Здесь Из Других Ягод Допустим Опять же Могу Выложить Четные Цифры Из Ягод Рябины А не Четные Вот Из Каких Нибудь Других Ягод Вот У меня Есть Еще Черноплодная Рябина Да Черноплодная Рябина Тоже Рябина Ягодки Похожи Как раз Но Другого Цвета Вот Это Опять же У нас Развивает У ребенка Моторику Потому что Он Берет Мелкие Ягодки Пальчиками И Выкладывает И терпение Тоже Вот Я сама Чувствую Что терпение Тоже Очень Развивает Особенно Если Они У нас Не Выкладываются Ровненько Вот И Занимаетесь Вы С ним Соответственно Математика И Можно Да Я Опять Пять Сделала Можно Значит Соответственно Таким же Образом Выкладывать Если Вы На Даче На Песке Можно Примеры Можно Выкладывать Разные Примеры Вот И Ребенок У вас Будет С Большим Интересом Решать Это Все Так Тебе Нужны Ножницы Давай У нас Все Мастерская Сегодня Так Что Давай Ты Что Ты Хочешь Сделать Да Что Ты Хочешь Сделать Скажи Нам Пожалуйста Я Не Хочу Сделать Я Просто Сегодня Под носом Порезалась Понятно Это у тебя Такая Скорая Помощь Все Понятно Хорошо Занимайся А потом Дальше Сделаешь То Что Ты Хотела Значит Вот Мы С Вами Посмотрели Такие Примеры То Что Связано С Математикой Но Есть Еще Одно Очень Полезное И Очень Интересное Упражнение Вот Те Родители У кого Дети Наверное Где-то Так 5-6-7 Лет Наверное Видели Многочисленные Такие Рабочие Тетради По Математике Где Даются Разные Задания И Вот Одно Из Заданий Оно Предполагает Что У вас Ребенок Повторяет Различные Элементы И Рисует Их Друг за Другом Ну Например Вот Есть Такие Пустые Кружочки Нарисованы В качестве Задания И Есть Пример Допустим Кружочек Красный Зеленый Красный Зеленый А ребенок Должен Дальше У вас Продолжить Это Конечно Полезное Задание Такое Но Мы Можем Точно Так же Как вы Понимаете Сделать Это И С природным Материалом То есть Вы Например Ребенку Либо Выкладываете Если Ребенок Поменьше Мы Просто Выкладываем Ему Допустим Черный Красный Черная Красная Ягодка Посложнее Допустим Еще Белая Вот Такой Узор И Он Должен У вас Дальше Продолжить Точно Так же То есть Опять Черненькая Опять У нас Идет Ребина Красная И Опять Белая Это Ребина Нет Ребин Да Снежноягодник Правильно И снежноягодник Ягодка Беленькая Таким Образом У нас Получится Вот Такой Ряд И Запоминает Как Располагать Различные Ягоды По цвету То есть Практически То же самое Упражнение Но плюс У нас Еще Вот Работают Руки Опять же Моторика Развивается И Ну Потом Опять же Это интересно И мне кажется Еще Почему Вот Такое Упражнение С плодами С ягодами Эффективнее Потому что Если Малыш У вас Нарисовал В тетради Что-то Да Он уже Там не может Ничего Изменить А здесь Захотели Поменяли Местами Вот Ягоды То есть Задание Поменяли Материал Остается Тот же Самый Так Что Вот Такие Математические Задания Можно Делать С ребенком И на улице И во время Прогулки И на даче Вот И дома Тоже При плохой Погоде Так Так Теперь Еще Хорошо Делай Что там У тебя Получается А я Все-таки Мне Все-таки Хочется Попробовать Слепить Вот Ежика Получится У меня Ежик Или нет Еще Хочу Что О ежике Сказать Вот У нас Многие Считают Что Ежик Ложится Еще К тому же Делает Себе Норку Сам Да И Ложится Спать В норку Именно Вот Это Даже Пишут У нас В учебниках И в Книжках Вот Ежик Норку Себе Не Делает Но Он Зарывается Где Небудь Попробуй Отличить Снежно Ягодники Рябина У тебя Получилось Снежно Ягодник Получилось Одинаково Так Вот А у меня Вот Смотри У меня Ежик Получается Ягодки Можешь Ягодками Ему Сделать Глазки Черненькие Давай У нас Глазастые Очень Получается Лучше Ягодки Поменьше Но У нас Маленьких Нет Но Будем Считать Что У нас Ежик Очень Хорошо Видит Темноте С большими Глазами Вот Так Хорошо Можешь Где-нибудь Действительно Такой Устроить Лови Ежика Так Вот Я говорила О математике Теперь Поговорим О чтении Тоже Мы Всегда Стараемся Детей Научить Читать Пораньше Знакомим Их С разными Буквами Так Вот Так же Точно Как Мы Выкладывали Цифры Мы Точно Так же Можем Выкладывать И Буквы Да Разные Буквы Но 33 Буквы Да Мы Не будем Все Выкладывать Буквы Ну Какие Вот Изучаете Вот С малышом Какую-то Букву А Да И Вы Можете Выкладывать Везде Из самого Разного Материала Можно Выкладывать Ее Из Ягод Можно Ее Выкладывать Из Желудей Можно Рисовать Просто На земле На песке Они запоминаются Ребенку И Буква А Как бы Становится Его такой Частью Он очень Хорошо Потом Ее Везде Различает Еще Можно Что Сделать Если Дети Постарше Опять же Вернемся К нашему Материалу Вот Я Говорила У нас Рябина Есть Красная Рябина Да Барбарис Там Есть Тоже И черная Рябина И Мы Можем Допустим Гласные Буквы Делать Только Из Красной Согласные Буквы Делать Из Черноплодной Рябины Да Это Тоже Интересно Когда я Маленькая Была У меня На даче Лежала Ну Где Весела Азбука Там Гласные Были Красные Красные А Согласные Синие Вот Еще В первом Классе Такая Была Точно Как раз Да На многих Азбуках Согласные И Гласные Буквы Они Как раз Красным И таким Синим Как правило Или черным Цветом Так что Вот Похоже Можно сделать Тоже самое Буквы Из Ягод Теперь Следующее Мы говорили О Развитии Речи Развитии Речи Значит Во первых Когда вы Идете С ребенком По лесу И Поскольку мы Сегодня Все таки Вот Нашу передачу Посвятили Листопаду Вы можете С ним В такую Игру Своеобразную Играть Вот Это у нас Клен Это у нас Клен Как называется Листья Которые Растут на Клене Как называется Кленовая Кленовая Да Мы с папой Играли Вы с папой Играли Только Посложнее А посложнее Вы как играли Ведь Дерево Подходили К дереву Вот Там Рассматривали Листья И надо было По листьям Определить Что это за дерево А Ну да Это тоже Интересно Наоборот Но когда Вот еще Малыш учится Говорить И как правильно Слова образовывать Да Вот если у нас Липаника Какой у нас Лист Мы спрашиваем Допустим Липовый Липовый лист Там Если у нас А если у нас Тополь Потому что Не все Одинаково Слова образуются Тополиный Вот И таким образом Расширяются Слова ребенка И он учится Образовывать Вот Однокоренные Слова Разные Это ежик Что-то у нас Что ежик Там Получается Ежик у нас Ежик у нас Получается Только По-моему Надо ходить Солярий А Да Он у нас белый Но это у нас Такой ежик-альбинос Необычный У нас сказочный ежик И вот мы как раз Говорим о развитии Речи Вот вы сделали Такого ежика Допустим Да И можете Придумать Еще каких-то Сказочных персонажей Причем не вы сами А именно ребенок Потому что мы К сожалению Крайне редко Детей спрашиваем А вот Что они хотели бы Придумать Чаще всего Мы им Объясняем Что нужно сделать А вот здесь Как раз Вот я уже говорила Да Ребенок у вас может Сам решать На что похожа Семечка клена На что похож листик И Может потом Из этого материала Вот именно Под свое воображение Делать разные Игрушки Делать разных персонажей И с этими персонажами Играть Вот часто бывает так Что вот Что-нибудь вырепят Папа с мамой Там с ребенком И все это стоит Попробуйте все-таки Постараться сделать так Чтобы Допустим О ежике Вы сочнили Какую-то Свою историю Вполне вероятно Что ребенок Захочет Сделать Если это допустим Это папа или мама У нас ежик То как ты считаешь У нас будет Кто Ну Бабушка Или дедушка Кто у нас будет Ну пускай будет Папа ежик И вот для него Нужно создать Какую-то Свою семью Может быть Они будут у нас Разноцветные ежики Они могут жить В разноцветном лесу И вы Да О отлично Ежик теперь Получился замечательный Вот у нас Такой ежик Он немножечко Так у нас На улитку похож Но в целом Мы все-таки Решили Что-то у нас Ежик будет Сейчас Буду дали Тестерикоску Давай А вы Разберитесь Где ревина Где снежная ежика Да Мы тут уже Разобрались Вот Значит Таким образом Вы любой материал Используйте для того Чтобы Ну ребенка Как мы говорим Вот Разговорить Чтобы развивалась Его речь Потому что Развитие речи Это сейчас К сожалению Ну просто Огромная проблема Для Детей Практически всех Которые И в детский сад Приходят И даже В школу Потому что С ними А почему Потому что С ними Очень мало Взрослые Разговаривают Если с ребенком Взрослые Мало разговаривают То и он Мало разговаривает Он смотрит Мультфильмы По телевизору Или по компьютеру Но при этом К сожалению Он только видит Но не говорит А вот Когда Запоминает слова Слова Запоминает слова Да Но надо Чтобы он еще И произносил И учился Рассказывать И опять же Могу придумать Такое вот Что Такое Типа Вот как По английскому А что там У вас по английскому Ну У меня просто Есть Вот так Спускай Нашим Совершенно Замечательный Спокой Нашим Лучше Английский Язык Там интерактивный Наверное Да То есть там Можно отвечать Ну Там вот Там Наверное Задаются вопросы Да И какие-то Есть Ответы Или что Там Там вот Ну Им Могут показывать Могут говорить Слова Как они пишутся Ага Понятно А потом Они повторят Вот надо Сделать Малыш Малышам Поменьше Такую же Только с русским Языком Наверное Может и есть Такие То есть Конечно Когда передача Такая Что ты тоже Что-то можешь Говорить Это всегда Приятно Но наверное Тебе Тоже очень приятно Когда с тобой Разговаривают И папа Мама Да И мы с тобой Разговариваем Все-таки Это тоже Интересно А вот Я значит Пока мы тут Разговаривали С Ника Вели диалог Вот я сделала Вот такую Небольшую Карточку Значит Для чего она нужна Листики А ты нарисовала Давай мы покажем Покажи вот так Свою карточку И вот моя тоже Давай мы вместе Покажем Вот так вот Покажем Эти карточки Вот То есть Можно сделать Карточки Двух видов Это у нас так Стихийно получилось То есть Вот я приклеила Настоящий листик Карточки А Вероника Нарисовала свой листик Это кстати Листик у тебя От какого дерева Это липа Это у тебя липа А ты подписала Вот замечательная Как раз твоя идея Которую я хотела Сказать Ты угадала Прямо А это листик У меня Помнишь Я говорила От какого дерева Вот это Ты удивилась Это груша Это грушевое дерево Да И вы делаете Такую игру Наклеивая Самые разные листья Давайте мы еще Какой нибудь Листик Найдем Здесь у нас Какой есть Ну вот Вязь может У нас не все Помещается Давайте Мы наклеим Листик Вот дуба Тоже Еще Еще Одно Делаем Но такое же лото Мы можем сделать Вот из листьев Которые мы собрали Сами Тут главное Подобрать Листья Одинаковые Более-менее По размеру Если мы решили Делать лото Можем мы его назвать Наши осенние лото Например Вот пожалуйста Такая игра Карты мы делаем Можно сделать Из таких листьев И детское домино Вместе с ребенком Ну а кроме того Вот я говорила О том Что мы учим Ребенка писать Допустим Если ребенок У вас уже пишет Какие-то буквы Он может Карточки С обратной стороны Подписать Допустим Вот лист у нас Дуба Значит сзади Он напишет Что это дуб И потом Когда вы Выкладываете Вот так Карточки Все на столе Самые разные Вот допустим Там у нас Будет еще вяз Я уж не буду Сейчас наклеивать Сейчас я тебе помогу Разные карточки Выкладываете И просите ребенка Например Найди мне Лист дуба Это такое Простое задание Ребенок ищет Конечно просто Да Теперь Найди лист вяза Но Можно сделать Поинтереснее Вот допустим Я Кладу перед Вероникой Разные карточки Да И даю ей Вот желудь И говорю Найди пожалуйста Мне лист От этого дерева От этого дерева Найдешь лист Его тут нет Его тут нет Правильно Это вот такое задание Немножечко хитрое А здесь Где у нас Такой вот От этого Вот он Сейчас покажу А И еще подел Точно Вот А это поделка Как раз Да Вот Из чего сделана поделка И листик От этого дерева Мы находим Или вот Если Еще ребенок Не знает Что Ну Ежик Не носит Каштан Можно делать Вот так Вот Например Дополнительно Это подсказка Да Такая Для малыша Теперь Теперь Я что Хочу Сделать Ника Может быть Ты мне Тоже Поможешь Значит Вот Конечно Все Любят Рисовать Практически Да Такая песенка Есть Замечательная Про ежика Фу Ти Фу Ти Фу Ти Фу Ну вот Можно взять Из груши Когда Если Кто-то Ест У нас Грушу Остаются Семечки Значит Теперь Вероничка Возьми Пожалуйста Выбери Сама Листик У которого Очень Такой Рельефная Поверхность Да Понятно Что То есть Выпуклые Части Есть Какой Этот Неудобно Закрашивать К сожалению Давай Мы вот Лип Возьмем Попробуем Сейчас Или Вот Наверное Клен Попробуй Кстати Вот Очень важно Тоже Потрогать Вот Потрогать Что Сейчас Мы Последнее Наше Упражнение Что Мы Сегодня Успеем Сделать Значит Мы Давай У нас Уже Мы Берем Допустим Желтую Краску Намазываем Листик Ника Будешь Мне помогать Или я Буду Сама Все Делать Давай Намазывай Листик Можно Не Полностью Намазывать Вот Вы Можете С Ребенком Сделать Такой Собственный Гербарий Вот Это Опять Ничего страшного Мне тоже Идея Давай Давай Еще Помогу Давай Мне тоже Идея Можно Вот Например Тоже Вот Ты говорила Про Вот Как Листья Меняются Почему Они Вот И можно Например Рисовать Нарисовать Картинки Такие С Осенью Зим С Осенью Летом Весной Вот И Закрашивать Листик В разные цвета Да Можно Тоже Так Переворачивай Листик И прижимай Давай Веронечка Переворачивай Листик Прижимаем Листик Хорошенько Прижимай Только Надо стараться Чтобы он Не сдвинулся Так Ну Подольше У нас Сейчас Просто На это Нет Времени Вот У нас Давай Покажем Что У нас Получилось Покажи Что У нас Получилось Покажи Вот Сюда Давай Покажем Что У нас Получилось Это У нас Отпечаток Кленовый И Можно Допустим Если У вас Есть Большой Лист Ватмана Вы Можете Сделать С Ребенком Отпечатки Листьев А Что такое Ватман Это Такой Большой Лист Которые Растут У вас В ближайшем Парке Или В вашем Дворе Или На даче Или В лесу Если У вас Рядом С домом Есть Лес Можно Делать Из Вот Этих Отпечатков Необыкновенно Красивые Необычные Картины Это Все Зависит От Вашей Фантазии Ну И Второе Вы Можете Прикладывать Например К Пластилину У меня Маленький Кусочек Пластилина В принципе Конечно Нужно Взять Такую Пластинку Большую Вы Прикладываете Лист К пластилину Сверху Накрываете Его Еще Одной Частью Такой Плоской Пластилина Большой Прижимаете Хорошенько И Потом У вас Получится Отпечаток Листа Ну Вот Здесь Не очень Хорошо Видно Получается Что-то И Потом Если Ну Ребенок Уже Постарше Можно Играть Что Вот Вы Нашли Там Отпечаток Древнего растения Точно Вот Я как раз Хотела сказать Это правда То есть Это как будто Отпечаток Древнего растения В музее Можно такие Пойти Посмотреть И потом Сделать Самостоятельно То есть Вы себя Можете Представить Что вы Переноситесь В какую-то Другую Эпоху Ну вот Сегодня Мы Успели Там Переносит Лист Дерево Да Значит Мы Успели Рассказать Вам Которые Вы Можете Сделать Со своими Детьми Ну конечно Что Здесь Очень Многое Можно На самом Деле Еще Сделать Мы Все Не Успели Естественно Рассказать И Опять Наверняка У вас Тоже Появятся Собственные Идеи Ну а мы На этом Заканчиваем Нашу Передачу И Напоминаем Вам Что В эфире Была Передача Земля Экодом И Сегодня Вот С вами Поделки Разные Делали И Занимались Вот Всем Этим Природным Замечательным Материалом Который Мы Собрали В Окрестностях Вот Нашего Дома Этим Всем Занимались Мы Я Наталья Рыжова И Вероника До Новых Встреч Пока Субтитры Субтитры